Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фитерлик Реалити. И сегодня видео у нас будет тоже в формате реалити, потому что я вот сейчас хожу, занимаюсь спортом. И так или иначе, тема данного видео касается темы спорта. Правда, мы не будем говорить, и я не буду показывать, как я занимаюсь на тренажерах, как я хожу. А я сейчас, вот видите, хожу по улицам города. Так вот, тема будет как раз касаться спортивной одежды. И вообще, одежда для дома, для занятий спортом. В общем, я тут на днях обнаружила, что за три месяца активных занятий физкультурой у меня поизносились футболки. Я облицала наши каталоги и решила прикупить новое. И носится, что, собственно говоря, и сделала. А когда начала мерить, то купила-то я привычный свой 50-й размер, а оказалось, что я чутка схуднула. И вроде как размер мне уже и не подходит. В общем, у меня сейчас дилемма, что сделать с этими футболками. То ли их оставлять, то ли их обменять. С одной стороны, вроде как для занятий спортом должно быть комфортно. И, в принципе, они еще предназначаются для носки в качестве домашней одежды. То есть они должны быть просторными, не облегающими, а с другой стороны. Вот и не знаю, как со стороны. В общем, вы мне порекомендуйте, посмотрите, как действительно все это со стороны. И скажите, оставляйте мне эти футболочки. Все же таки лучше их поменять на меньший размер. Сейчас сделаю вставочку в это видео. И тогда посмотрите и отпишитесь мне в комментариях. Первая футболка на мне вот такого нежно-голубого цвета и слегка желтую полоску. Хлопок качественный. Смотрите, он мнется. Футболка комфортная, дышит тело. Хлопок такой хороший, не стрейчевый. Я не люблю стрейчевый хлопок. И посмотрите, она прямого силуэта, поэтому она на мне телебается. Потому что мне, очевидно, нужно было брать сорок восьмого размера футболку. А я взяла пятидесятого. И все у меня футболки пятидесятого размера. Все они одинаково скроены. Просто разная расцветка. Ну, давайте я сейчас померю следующие цвета. И вы посмотрите. И, в общем-то, дайте мне обратную связь, как вы думаете. Годна эта футболка для того, чтобы спортом заниматься, по дому ходить. Но, собственно говоря, других целей я и не преследовала. Следующая вот такая футболочка, белая в желтую полоску. Прямо в такую вот, в желтую, прижелтую. Ну, она тоже, видите, как свободная, как и предыдущая. Свободная футболочка! Свободная футболочка! И что мне с ней делать? Не знаю, девчонки. Что скажете, что делать с этой футболкой и вот с той футболкой? Ну, опять же, ходить по дому, заниматься спортом, мне кажется, будет комфортно. Если одежда слишком облегает, то в ней неудобно двигаться. Ну, в общем, не знаю. Здесь, мне кажется, уж прям слишком-слишком свободно. Размер, наверное, меньше стоит брать. Вот, мои дорогие, похудательный процесс, он такой, изменилась на один размер, и уже все, уже предыдущий великоват стал. Ну, еще одна футболка, посмотрите, какого яркого, такого желтого цвета. Желтый цыпленок! Ну, крой такой же, свободный, все свободно. Нигде ничего не прилегает. А хотелось бы чуть-чуть, правда? Ну, посмотрите, вот так вниз опущу. Конечно, нужно, наверное, вот так делать, да и тут не мешало бы. В общем, девочки, я не знаю, мне не хочется сдавать, с одной стороны, эту футболку. И эту, и те. Но, с другой стороны, наверное, надо, да? Напишите мне в комментариях, надо ли мне сдавать или сгодиться и так ходить по дому, заниматься спортом. Меня смущает, конечно, что она мне великовасто. Телепается она так слегка, но с другой стороны. Попа облегает чуть-чуть, да? Ну, вот как-то так. Как-то так. Как-то так. А свет как идет? Правда? Свет класснючий. Вздыхаем. Вот такая у меня, девочки, возникла дилемма. И не знаю, что ей делать. С одной стороны, вроде как надо бы и сдать. По своим внутренним ощущениям, мне кажется, что они мне великоваты. Супруг мне говорит, не надо, не сдавай, потому что, ну, заниматься спортом, там, ходить по дому, самое но. То есть, одежда должна быть просторной, не стесняющей. Вроде как я с ним согласна. И сдавать, честно говоря, не хочется. Ну, в общем, только ваша обратная связь в комментариях поможет мне решить эту возникшую задачу. Вот, буду вам всем признательно и благодарна за комментарии. Ну, и если видео вам понравилось, ставьте лайк. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. А я говорю вам всем пока-пока, до новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Субтитры сделал DimaTorzok